Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о новом проекторе BINQ MX819ST. Сам по себе проектор является продолжением одной самой массовой серии школьных проекторов BINQ MX8XXST. В этой серии уже три года и, наверное, это один из самых массовых проекторов, который устанавливается в российских школах. Что нового в этом проекторе по сравнению с его предшественниками? Понятно, что BINQ улучшает свои основные показатели. Это прежде всего яркость-контрастность, то есть проектор у нас имеет яркость 3000 анти-люмин, контрастность 13.1 и более мощную, наверное, аппаратную начинку. Прежде всего, начинка связана с нашей целью понизить стоимость владения проектором. И для этого в нем используется усовершенствованная технология Smartecor. Соответственно, проектор катерка фокусный, поэтому буквально с одного метра он может дать экран порядка двух метров по диагонали. Вот, собственно, что и демонстрируется. Понятно, что проектор оптимально работает в школе и, собственно, для этого и предназначен. И мы рекомендуем его крепить сверху на стенное крепление. В этот момент, в зависимости от размеров доски, либо интерактивной доски, проектор работает с основными стандартными решениями. Здесь же он у нас стоит на столе. Ну и мы посмотрим, давайте, что у него у нас есть. У нас есть несколько режимов для показа изображений. Это некий такой базовый режим для школы. Это презентация, более режим правильной цветопередачи sRGB, режим работы с киноформатами, соответственно, пользовательские режимы, два пользовательских сохраняемых режима, и, соответственно, динамичный, либо самый яркий режим для работы в хорошо освещенных помещениях. Ну, как видим, что в данном достаточно светлом помещении проектор проецирует изображение, наверное, больше двух метров по диагонали, яркости нам достаточно, нам хватает. Режим поиска сигнала. Понятно, что входных интерфейсов у нас достаточно. Это два компьютерных интерфейса, HDMI-интерфейс, причем подчеркнем HDMI 1.4, поэтому проектор может работать с любым источником, может и 3D-изображение, в том числе показывать 3D в Blu-ray, управление проектором по сети и, понятно, входы и выходы для аудио-сигналов. Когда мы говорим управление по сети, мы подразумеваем следующее. Есть стандартный ГЭП-интерфейс у проектора, который позволяет к нему подключаться по сетевому кабелю и мониторить, либо настраивать различные режимы, то есть администрирование проектора. Более того, проектор поддерживает различные системы команд, такие как Restron, MX и систему команд PG-Link. Поэтому, в принципе, проектор может интегрироваться в состав общей корпоративной, либо общей школьной инфраструктуры, прямое включение питания. То есть, когда компьютер, не компьютер, извините, проектор включается, по наличию сигнала на VK, либо на HDMI-кабеле. То есть, по сути дела, вы включаете проектор одновременно с компьютером. Автоотключение. То есть, через какой-то определенный момент времени, если сигнала нет, проектор выключится. Быстрое охлаждение. Тоже понятно, что если вам нужно выключить проектор в течение 2-3 секунд, вы выбираете эту опцию. Немедленный перезапуск. Это другая особенность проектора, когда проектор после выключения находится в течение полутора минут в таком режиме горячего включения, в таком горячем стендбая. Ну, допустим, просто типовой сценарий использования, это когда учитель забыл дать домашнее задание, уже как бы выключил компьютер, и тут ему приходит мысль, надо что-то быстро показать. И вот в течение 2-х минут проектор не требует времени на прогревание, и сразу можно перейти вот к рабочему экрану. Некий режим безопасности, чтобы дети не баловались с проектором, можно отключить кнопки. Настройка звука. Значит, у проектора есть встроенный динамик, поэтому звуком можно управлять. Можно его, динамик, выключить, установить на какую-то громкость, и, соответственно, включать или выключать звуковой сигнал при включении или выключении проектора.